Всем привет! Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Добро пожаловать в Канаду! Я очень вам всем рада! И сегодня я к вам с видео о том, как и с чем я буду носить этот замечательный, прекрасный пиджак, который я купила в Массимо Дути совсем недавно на распродаже. У меня есть целое видео, что я купила на распродаже в Массимо Дути. Я оставлю линк, наверное, под своим видео внизу, на то видео. Оно вам очень понравилось, многие его посмотрели. Но если кто-то не видел, то посмотрите под видео в описании, вы найдете линк на это видео. А я сегодня про пиджак и то, как я буду его носить, и как я хочу его стилизовать, и с чем сочетать. Но, во-первых, девочки, я хочу вернуться еще раз к тому моему видео и сказать про этот пиджак. Мне многие девочки написали, и я потом проверила, и сказала, что я обязательно сообщу. Должна, так сказать, сказать об этом на своем канале в каком-то из своих следующих видео. И, естественно, раз я снимаю про этот пиджак, значит, я расскажу про то, что я ошиблась. Я как бы признаю свою ошибку. Видео называлось «Как мне повезло», я купила пиджак, какой дешевый пиджак, как мне дешевым продали. И я рассказывала о том, что я купила этот пиджак за 98 долларов, потом зашла на веб-сайт и увидела, что он стоит 199. И была несказанно рада, что я купила пиджак на 100 долларов дешевле, чем он должен был стоить. Но девочки мне написали, и я посмотрела на веб-сайте, внимательно посмотрела на этот пиджак, который был на веб-сайте за 200 баксов. И я поняла, что это другой пиджак. Это действительно тот пиджак из Limited Edition коллекции, этот пиджак из другой коллекции. Он тоже чисто шерстяной, 100% шерсть, 100% вискоза подкладка. И в том пиджаке точно такое же описание. И он выглядит один к одному, он страшно похож на вот этот пиджак. Если я еще не стерла фотографию, я ее поставлю сбоку. Ну, вы, наверное, все ее видели. Но, присмотревшись, я поняла, что это действительно другой пиджак. У него там по-другому этикетка пришита. В общем, он по-другому немножко сделан. Поэтому я, извиняюсь, беру свои слова назад. Страшного нечеловеческого везения не произошло. Мне действительно продали пиджак за 98. Он так и стоит. И, в общем-то, ну вот просто вот такой замечательный, прекрасный, чудесный пиджак стоит не так уж и дорого, что было для меня действительно большим сюрпризом. А теперь мы переходим к одежде, к образам. И я буду вам показывать, как я хочу его носить и с чем. Я даже не знаю, если я буду много чего объяснять. Но, как бы, и так все понятно. Первый мой образ. Я фактически повторила тот образ, которым я была в прошлом своем видео. Потому что я тогда снимала, и на мне был черный гольф вот такой под горло. Черные кожаные брюки. Но не такие, не в высокой посадке, не под пояс. А это были, как бы, тайцы. И свитер был длинный. И те же самые бусы, вот эти мои винтажные, которые очень многие нахвалили и расхвалили. И я про них тоже рассказывала в одном из своих видео. И вот этот пиджак. То есть я немножко изменила. Надела другие брюки. Надела другой свитер. Видите, этот свитер не с горлом, а с вырезом. Просто вот в этот вырез я тоже надела эти бусы. Сапожки в тон пиджака. Такие бледно-оранжевые терракотовые. И сейчас я вам покажу весь образ целиком. Отойду немножко подальше, чтобы вам было лучше видео. На мне платье шифоновое, тонкое. С таким, знаете, осенним, осенней такой расцветкой. Хорошо будет к осени. Но оно по цвету очень как-то перекликается. Вот с этим вот пиджаком, по-моему. Надела я его с высокими ботфортами, сапогами. И поскольку здесь много вот всего в этом платье, я надела серьги в тон. Я не стала уже никакие бусы надевать. Сейчас я вам покажу, как это выглядит без пиджака и затем с пиджаком. Вот такое вот платье, тонкое шифоновое платье на талии резинка и сапоги в тон к пиджаку. И в тон к платью, в принципе, подходят. Высокие ботфорты, они уходят вверх под платье. И давайте посмотрим, как это будет выглядеть с пиджаком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ещё одну платью. Платье, оно интересного фасона. Здесь сверху, видите, оно сделано из трикотажной такой ткани вязаной, а юбка внизу прессированная из шифона. Это не юбка, это платье. Оно просто всё вот пришито вместе. И надела я бусы. Если вы тоже меня смотрите, то в одном из моих видео про мои находки в секонд-хенде я их показывала. Очень красивые такие разноцветные, тоже такие осенние немножко бусы. Ну, что поделать? Этот пиджак, он такой, знаете, такой цвет терракотовый, что он как бы тянет в какие-то такие осенние тона. Платье это очень интересное, очень красивое. Но у него, видите, вот короткий рукав. То есть, причём очень-очень низкая пройма. Это значит, что надо что-то носить вниз, под него, как свитер какой-то тонкий, чтобы сделать как бы рукав и закрыть вот это вот, потому что здесь пройма, до пояса практически. Либо что-то носить наверх. Вот, например, я выбрала этот пиджак. И надела я такие коротенькие ботиночки, тоже в тон пиджака, потому что я решила, что высокие сапоги-ботфорты будут немножко утяжелять это всё дело. И давайте посмотрим, как это выглядит с пиджаком. Решила, что буду чередовать юбки-платье и платье-юбки, потому что у меня есть ещё несколько образов, парочку платьев. Поэтому давайте перейдём сейчас. Вот сейчас я надела юбку. Это юбка из кожзама, она довольно такого синего-голубого цвета, но в ней встречаются вот такие вот вкрапления терракотово-розовые, очень подходящие к цвету пиджака. Обычный синий свитер я надела в тон юбки и оставила эти бусы. Мне кажется, что по стилистике вот кожа и вот это всё, оно как-то так совпадает хорошо. И надеты на мне, надела я высокие ботфорты под цвет пиджака, потому что ёлка кожаная, это как бы такая зимняя тема, поэтому мне кажется, что вакфорты хорошо. И давайте примерим пиджак. Субтитры сделал DimaTorzok Следующий мой образ очень такой яркий, очень цветной. Такая вот очень цветная разноцветная юбка разных-разных цветов и кофточка вязаная трикотажная, по-моему, очень кто-то подходит ко всем вот этим вот цветам, которые есть в юбке. И я не стала надевать никакое ожерелье, а надела вот такие серьёзные, знаете ли, серьги, асимметричные. Вот видите, этот короче, этот цветок, я имею в виду. Немножко короче, это немножко длиннее. То есть они разной длины, но такие очень-очень яркие, очень подходят в тон к этому, по-моему, образу. На ноги я надела вот такие ботиночки. У меня есть ботинки-носки. Они сделаны из тканей. Очень удобные. Я их купила очень давно, кстати, тоже в зале. И они мне очень давно служат. Они очень удобные, девочки. Вот вы не проверите, они были очень в тренде, очень в моде. Потом они немножко из моды вышли. Вот такие вот. Ну, они, в принципе, не совсем вышли. Это я не могу сказать, что это антитренд. До сих пор их продают. До сих пор они как бы в носке и пользуются успехом. А эти, ну, прямо вот они совершенно, совершенно как носок. У них там внизу что-то такое проложено. Но, в принципе, они как бы сверху нигде не дают, не жмут, ничего. И очень довольно удобный каблук, несмотря на то, что большой. И вот такой вот они цвета терракотово-оранжевый. Я их с удовольствием ношу уже много-много лет. Давайте примерять с пиджаком. Видите, такой очень яркий, очень пестрый образ. Он немножко гасится за счет того, что пиджак такой строгий, спокойный. И фасон, и цвет. И, в общем, как бы немножко тушит вот эту вот пестроту. Но, в принципе, довольно подходит, по-моему. Здесь есть такие оранжевые какие-то вставки. Оранжевый терракотовый. Вот этот оранжевый очень, по-моему, подходит по цвету к этому пиджаку. И очень хорошо носить. Очень романтическое платье пирожек. Я тоже его, кстати, показывала уже в каком-то из своих влогов. Очень его люблю. Тоже оно старенькое. Ну, вот такое, видите, оно здесь вот собрано на такие сборочки. Кулон я надела такой розоватый к нему. И надела бордовые, такие красно-бордовые коричневые ботиночки, которые очень подходят к цвету к этому платью. И тоже имеет такой фасон романтично-женственный. Поэтому к этому платью, по-моему, очень-очень симпатично и очень хорошо. Пиджак, по-моему, очень подходит по цвету. И опять же, вот эта романтичность платья, вот эти рюшечки и горошки, он как бы немножко гасит тем, что он такой деловой, мускулиный, строгий пиджак. Но в цвет он, по-моему, очень сочетается с коричневым платьем. Оно, в общем, довольно такое коричнево-красное. И, по-моему, так очень неплохо. Еще один довольно романтичный образ. Видите, кофточка такая с широкими плечами. Не с широкими, а со спущенными плечами. И вот такая вот юбка на запах, которая очень разноцветная такая. Но в ней присутствуют такие цвета, которые подходят к этому пиджаку. Потому что мне кажется, что здесь, видите, такой вот есть немножко розоватый, кирпичный. В общем, бордовый как-то оно все перекликается. Тоже надела свой кулон розовый в тон к юбке. И сапоги в отфорты, высокие сапоги в тон к пиджаку. И, в принципе, в тон к юбке тоже они неплохо подходят. И давайте посмотрим с пиджаком, как это будет смотреться. Вот так это выглядит, по-моему, совсем неплохо. И я хочу сказать, что... Напомнить вам, если, по-моему, я говорила в одном из своих видео, как я использую резинки для волос для того, чтобы удерживать рукава пиджака. Это такой старый лайфхак. Очень многие про него знают. Но вот оказывается, что не все. Потому что, когда я в каком-то своем видео упомянула об этом, то девочки сказали, что не знали об этом. Так вот, напоминаю. Надевайте вот просто резинку для волос в тон к пиджаку. Не обязательно, потому что, на самом деле, его не видно. Как бы этой резинки, ее не видно. И вот так вот поднимаете. И это вот так вот держит рукав, чтобы он не сползал вниз. Потому что рукава у меня в этом пиджаке немножко длинновая. А так вот очень удобно. И вообще, я люблю, когда подняты в свитерах больших, широких, или в большом и таком объемном пиджаке, когда рукава немножко подняты. За счет вот... Пиджак такой мужской, в общем-то, объемный. А рукава, когда подняты, то выглядывает запястье, которое, в общем-то, тоньше, чем другие части тела. И, в общем-то, это такой немножко получается более женственный вид. И к тому же видны рукава, допустим, свитера, который внизу. И это тоже как-то немножко вот разбавляет этот цвет, добавляет второй цвет вот сюда. Вот сюда, в общем, как бы сочетается. Неплохо. Мне это нравится. Монохром. Куда же мы без него? Юбка и свитер тонкие у меня в цвет. Опять же, ботфорты в цвет. И пиджак тоже будет в цвет к этому образу, монохромный образ. Единственное, что я добавила вот эти цветные бусы, чтобы немножечко так, чуть-чуть-чуть-чуть разбавить скучность монохрома. Вот так выглядит мой образ без пиджака. То есть, полностью я надела сапоги ботфорты, чтобы полностью закрыть вот не кусочка кожи, чтобы сделать полностью монохромный лук. И давайте наденем пиджак. По-моему, замечательно получилось. Вот очень-очень красивый, очень удачный монохром получился. Еще один образ. черная юбка комбинация, нет платье комбинации, а как такие юбки девочки называются, я забыла, белевая, забыла, slip dress, slip юбка, нет, все, неважно, вы поняли, вот такая вот черная юбка и свитерок черный с бежевым, с желтым, с бежевым, тон к юбке очень хорошо подходит, вот такой у него интересный рукавчик, украшений не надевала, тут вот эти вот веревочки, можно было каким-то серьгами, ну, в общем, я уже не стала, и оставила вот эти сапоги высокие в тон к пиджаку, в принципе, и из пиджака они бы хорошо смотрелись, можно было бы их вот так вот надеть, в принципе, как какой-то такой цветовой акцент, немножко другого цвета, чем вся, так сказать, комбинация, но давайте посмотрим с пиджаком, ну, тоже, по-моему, неплохо, оно не совсем в цвет, вот эти вот полоски бежевые, здесь такой кирпичный, ну и что, в принципе, бежевый с черным, это такие довольно базовые цвета, поэтому к ним можно надеть абсолютно любой цвет, ну, вот кирпичный-то точно, особенно не очень яркий, особенно если учесть, что у меня сапоги в тон к пиджаку, так что я думаю, что все тик-тук у нас совпало и хорошо получилось. Так, уходим в немножко более нарядный образ, я, по-моему, этот свитерок и эту юбку примеряла к своему, в своем влоге, когда я готовилась к Новому году и думала, что мне надеть, но на самом деле я эту юбку примеряла с другим свитером, а этот свитер с другой юбкой, по-моему, ну, не важно, в общем, он блестящий такой нарядный свитерок и просто я надела такую золотую цепь к нему и юбка, вот эта вот, она под леопарда, но она такая с блеском и весь мой образ, я надела вот такие вот, вот эти самые ботиночки, ну, как бы, мне кажется, они более нарядно выглядят, чем высокие сапоги, в принципе, сюда можно было бы надеть какие-то блестящие золотые ботинки, ну, в общем, такие более нарядные или какие-то черные, у меня есть такие с золотым каблучком, можно было бы тоже, но поскольку мы надеваем сверху пиджак, то я сочла, что вот это вот, вот эти ботиночки будут хорошо, потому что они будут в тон пиджаку. Надеваем пиджак и образ становится намного менее нарядным, он как бы гасит блеск вот свитера вот этот вот золотой, юбки и тут и леопард, и золото, и все, и все, но пиджак немножко так, знаете, приземляет это все, но мне кажется, что это вот и хорошо, потому что вот не всегда нужно быть супер нарядным, супер блестящим, а проблескивать где-то вот в открытых частях между вот в расстегнутом пиджаке, чтобы там что-то блестело, а так, в принципе, ну, я думаю, что достаточно блеска, потому что вот эта юбка, она очень-очень такая, знаете, сверкает, поэтому вот то, что надо, а ботиночки тоже немножко снижают градус нарядности, но я думаю, что выглядит за все очень неплохо. Ну что ж, остаемся в вечерности и нарядности, тот был образ такой чуть-чуть нарядный, этот прямо сильно нарядный, потому что это платье очень вечернее, тоже слип-дресс, вот платье комбинации, и очень открытое такое, очень прям такое вечернее-вечернее, внизу тут еще такой разрез с кружевами, в общем, прямо такой. У меня есть два вида украшений, которые я могу надеть с этим платьем, я оставила вот это вот золотое колье, и у меня есть вот такие вот серьги с большим-большим зеленым камнем, которые, по-моему, очень подходят в цвет к этому платью, или я думала, у меня есть еще один вариант, я сейчас вам покажу, и вы мне скажите, что лучше. Второй вид украшений, это невероятно шикарный яркий комплект колье, я тут прикроюсь, девочки, потому что YouTube может неправильно расценить то, что я показываю, колье и серьги, я купила это в секунде, но это Zara, кстати, старая Zara, Zara Vintage, не такая уже старая, но может лет так 5-6 давности, но в Zara я не поймала этот комплект, но поймала его в секунде, и, в общем-то, он потрясающий, он такой красивый, он такой нарядный, он прямо королевский, царский. Так вот, вот такой вариант, мне кажется, это очень красиво, и вот так вот выглядит это платье, без пиджака, разрез, большой вырез, тонкие брительки, очень красивое декольте, очень красивое можно надеть нарядное украшение, но, вы знаете, я вот, например, лично, я вот, если я куда-то пойду, мне будет не очень уютно вот так вот, без ничего, потому что это все очень открыто, и я себя не очень, как бы, ловко чувствую во всей этой вот, таком вот антураже, поэтому я с удовольствием надену мой пиджак, сюда можно надеть любой пиджак, все что угодно, но надевший вот этот пиджак, мне кажется, что я, как бы, снижу, опять же, вот, градус вот этой вот дивости, вот этой вот оперной, как бы, оперного театра наряда, и, по-моему, это будет очень интересно и неплохо, давайте попробуем, ну что ж, мне кажется, что совсем неплохо, давайте я опять прикрою, чтобы ютюб не забанил мне, мне кажется, что неплохо, сочетается хорошо кирпичный с таким изумрудно-зеленым, сказала и вспомнила, что у меня есть еще набор изумрудов настоящих, небольшой кулон, небольшие серьги, я показывала, кстати, в своем видео про мои украшения, драгоценные, я показывала этот набор, там маленькие изумрудники с маленьким бриллиантом, как раз сюда тоже подошло, но, видите, вот я имею настоящие изумруды, а рука у меня тянется каким-то вот, как амайским, или украшением из Зары, которые вообще такие, знаете, яркие, ворвиглазые, очень-очень-очень бросающиеся в глаза, так вот, мне кажется, что вот этот вот пиджак с этим платьем выглядит очень неплохо, во-первых, пиджак прикрывает голые плечи, вот тут вот все, немножко живот и попу, если там что-то обтягивает, и вы, знаете, в таком одежде обычно ходим куда-то, ну, в оперу или покушать, да, два варианта, два варианта, куда нужно надеть нарядное платье, и если покушать, то вот пиджачок как раз очень хорошо прикроет то, что вы наедите, потому что платье такое довольно так плотненько облегает, и вот тут вот как бы разрез, и вот эти вот оранжевые ботиночки, мне кажется, очень симпатичные, да, довольно хорошо, мне нравится. Все, дорогие друзья, вот такие сегодня у нас примерки, я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что вы вдохновились тем, что я вот вам показывала, и может быть, у вас нет точно таких вещей, но, в принципе, глядя на мои вещи, вы можете заменить их своими, сделать что-то похожее, сделать что-то подобное, в принципе, все очень легко и просто, пиджак этот такой, знаете, универсальный, что он подходит абсолютно ко всему, и абсолютно со всем его можно сочетать, практически со всем, я могла показать еще, наверное, миллион образов с ним, и разных цветов, и разных расцветок, мне кажется, он будет хорошо с синим, и с голубым, и с ярко-зеленым, с чем угодно, такой цвет и такой фасон, что он абсолютно подойдет ко всему, и сделает любую вещь, где-то где надо, где очень романтично, он ее, как бы, немножко приземлит, вещь, которая очень нарядная, он немножко погасит нарядность, или, наоборот, вещь какая-то простая, вот этот пиджак добавит такого, знаете, элегантности, именно вот такого вот fashionable вайба, потому что очень уж он хорошо сделан, и прямо вот такой вот видно, что хороший-хороший модный пиджак. Все, увидимся в следующем видео, люблю, целую, с вами была ваша Дита из Канады, пока-пока-бай!